Друзья, мы собрались здесь Не надоело бессмысленно тратить деньги Сначала мы тратим миллионы, чтобы вывести на политическую арену наших кандидатов А потом в два раза больше, чтобы угробить конкурентов Таковы правила Хочешь посадить своего президента? Листай Давайте будем хоть раз в жизни честными друг перед другом Когда кто-то говорит о честности, это значит, он хочет снять с тебя последние штаны Я не помню, кто это сказал Кто-то из великих Паша Лазаренко Андрей Николаевич, у вас есть какие-то предложения? Да, Михаил Семенович На выборах осталась неделя Мы с вами хорошо потрудились за наших кандидатов Они практически идут ноздря в ноздрю Теперь пускай победительнейший А мне это зачем? Густой Маршалович Чтобы доказать Михаил Семенович мне Ну, себе лично Кто в конце концов здесь царь горы? Хорошо Пусть все решает народ Украины Ммм Неконтролируемая демократия Мне нравится эта игра Давно я не испытывал такой прилив адреналина Господа Надо чаще встречаться Я люблю свою страну Люблю свою жену Люблю свою собаку Я всего на свете член Почти что супермен Но редко лезу в драку Знает весь двор Мой приговор Слуга народа У меня почти все есть Достоинство и честь И даже крики браво Персональный самолет Мне выделил народ А что имею право На животу Вот тут Набью тату Слуга народа Набью тату Набью тату Набью тату Набью тату Набью тату Давно хотел спросить Кто тебя так парковаться учил А я давно хотел тебе сказать Дед отвали Что отвали Как я выезжать буду Через твою водорублу перепрыгивать что ли Ты колымага ездишь что ли Я думал в ней бомжи ночуют Слышь топля Куда пошел Доброе утро Игорь Михайлович Здрасте Что здесь происходит Да вот что ты разорался тут пенсионер Машину убери долбодятел Дед отвянь Василич ты что оборзел Ты что не знаешь кто его папа Не по барабану кто его папа Василич не нарывайся Что ты лезешь ты кто Начальник жека Вот и займись делом Не двор а трущобы Когда ремонт сделаешь Сколько можно жалоб писать Не твое дело Когда парковка нормальная будет Будет Не ну куда он ее поставил а Ну как я буду выезжать Дороги нету что ли А как я разворачиваться буду Давай забери ветра А то он поднял Он убирает свой структулент Где через полчаса ехать сада Ничего с тобой не случится Да сада Твое душа Скорее ты знаешь Доклад Дядя уймись Уживай 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 Переходим Уживай Уживай Отойди от машины Василий Уживай 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 Наташа Наташа Открой дверь я спешу Я тоже У меня школа А у меня институт Вась Я тебе не Вася а дядя Уступи дяде место Это не трамвай Смешно Мамуль пожалуйста Погладь мне рубашку У тебя есть время Моя радость Вот выйду на пенсию Тогда обращайся Мам если директор школы Увидит меня в помятой рубахе Он меня выгонит Жду не дождусь Петя Приятного аппетита мальчики Спасибо А что Петя Если пособие по безработице больше Чем его учительская зарплата Папа у тебя странная логика Да это у меня странная логика Окончить школу Поступить в институт Чтобы снова вернуться в школу Простите пожалуйста Папа не пошел по вашим стопам Не стал извозчиком А твой папа не извозчик Твой папа работник сферы услуг Прекрасно услужите Приглядеть за кофе Спасибо Прости большой Открой дверь Тебя в конце концов Родной дядя просит Мой дядя уже пять лет Как ничего не просит сынок Извини мам Наташа Я не Наташа Я твоя племянница Наташа племяша Поглади рюмашку пожалуйста Вместо того чтобы ходить всех просить Уже давно взял утюг И сам погладил Где утюг? Ну там где обычный Так вот же шон Вася У тебя сейчас в кофр убежит Так сними в кофр У нее еще слов нет Вася Он не снимет Он не снимет Не успела И что же за день у тебя сегодня такой Кстати Вася ты помнишь какой сегодня день? По-моему пятница тринадцатая Тринадцатая но не пятница Ну а сегодня еще и пиццовет Кто о чем Овшивая баня? У твоей племянницы С днём рождения Телепень Точно Приятного Привет спасибо Наташечек с днём рождения Тебя поздравляю Ну счастье здоровья Любви И всего такого У меня подарок Вот тебе утюг Ну и можешь называть меня Вася Наш старый добрый утюг Удивки умрут от зависти Отлично я побежал Это мне Остальные подарки вечером Да не надо Ты и так сильно потратился Вась Что? Выходи Дайте мне десять минут спокойно Надо Сосредоточиться Вась Выходи Тут это К тебе пришли Папа этот прикол с восьмого класса не работает Васечка Он не шутит Выходи пожалуйста Ты и маму подключил? Ну давайте еще Наташу позовите Я здесь Ну что пап Здрасте Василий Петрович Голобородько? Да Доброе утро господин президент Доброе утро Доброе утро Доброе утро Василь Петрович И вы узнаете Что выборы в Украине Отбулись Демократичным шляхом На рацію до администрации президента Надходят витальные телеграмы из этого света Как это? Знаете как это? Миле Пашутка У меня ощущение что это розыгры Я же даже по предварительным соцопросам не попадал в десятку Ну истинную волю народа соцопросами не изменить Хотя честно признаться я и сам не до конца понимаю как это могло случиться Ну? Ну как? Выбрали его Грушевского Грушевского Угу Президента Президента Угу Ну это миф Он был председателем совета и все Хорошо что ты еще знаешь о Грушевском Ну улица есть такая Ага Улица хорошо А он еще на полтосике нарисован Тихо ребят На полтосике неплохо И улица точно А за какие заслуги? Перед родиной Да Глотов за заслуги перед родиной мы ставим тебе уверенную двойку Поздравляю тебя это уже в этом году Пятая юбилейная двойка Садись Марчук Давай продолжай Да ладно сидите 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 ребят Хотя нет давайте так вставайте ребятки все дружненько и на хоздвор За руку Петрович Давайте активнее активнее шевелитесь давайте Пацаны сколачивают будки девочки вешают программки Все все понятно Я не могу понять почему хоздвор Что происходит у меня урок Директорис сказал Вась ну выборы на носу Какие выборы я не могу понять Думаю почему мои снова ребят Почему не десятый А Ну десятого А математика Ну а что математика у меня история Ну ты тоже сравнил хер с пальцем Ребята Десятый Б Достало это меня Петрович ну че ты Еще хрен надоело уже мне это все Математика сука царица наук у вас Ну хорошо математика А история Как ты сказал хрена собачь Потом мы удивляемся А почему наши политики каждый раз приходят к власти И совершают одни и те же ошибки Да потому что они охренные математики Знают только как отнимать делить и приумножать свое Вот и все Петрович я сроду тебя таких слов не слышал Че ты их завелся Потому что достали все эти му**ки вот здесь понимаешь Теперь сука они заставляют детей будки ваши б** строить Знаешь почему умножить собачь Да потому что мы свой выбор с тобой Начинаем в будках Понятно А выбирать то не есть Из двух п*****сов Выбираем меньше И так 25 лет подряд Знаешь что интересно В этот раз ничего не поменяется Знаешь почему Потому что ты Мой батя Я Мы снова выберем п*****са Да потому что да Понятно И конечно он п***** Да ну лучше его Те то хуже Вася да пойдем хряпнем У меня заначка есть За мной приходят эти потом п*****сы власти П*****т и п*****т П*****т И п*****т Ударения разные Смысл один и тот же И всем п*****т Понимаешь Ты п*****т Мне п*****т Нам всем п*****т Не п*****т на маленький п*****т А здоровый такой п*****т П*****т пришел нам всем А меня бы на одну неделю туда поотправили Если бы можно было Я бы п*****т им был устроен Кортежи На п*****т Льготы п*****т ваши На п*****т Дачи на п*****т Всех вас п*****т Чтоб п*****т простой учитель жил как президент А президент этот п*****т Жил как учитель Это я тебе Как учитель истории Говорю Хотя я тебе п*****ть П*****т 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 Это честные выборы? Это плевок в лицо демократии Это я вам скажу Мы будем оспаривать в суде решения по этим выборам Кто такой Голобородько? Кто это? Откуда он взялся? По всем опросам я лидировал По всем округам Я полгода езжу Общаюсь по регионам с избирателями А Голобородько что? Один раз помотюхался в ютубе и все? Я в это не верю Спасибо Петрович Ну это же не трамвай Которых мы уже все порешали Простите Хотя если вам так удобно Пожалуйста Выигрывал полностью я Это все махинации Все Все кто меня слышит Товарищи Завтра собираемся на Майдане Я до сих пор не могу в это поверить Я понимаю что на вас это как снег на голову Но попытайтесь сосредоточиться Как-то взять себя в руки Да Попытаюсь Куда мы сейчас едем? У нас сегодня очень насыщенный день Примерка Работа над вашим имиджем Фотосессия Встреча с журналистами Пресс-конференция Это все нужно успеть за день Ну желательно до обеда Кстати вы что больше предпочитаете Патек Филипп или Ваширон Константин? Не читал Совершенно Нет времени Патек Филипп Ваширон Константин Эге Хубло Знаете кстати кто такие носит? А кто? Путин Путин Хубло? Да Но вам я советую вот эти Их в мире всего 4 пары Согласны? Подумайте Хорошо Маша Интересует? А нет нету Замечательно Парфюм Эрме Донна Каравна Ральф Лорен Бессачи А я думаю вы знаете вам Такие подойдут Позвольте Ну что пойдем кругом Так вот Берлутит Эстонии Луи Виттон Но я рекомендую вам Вот эти Я думаю вам в них будет очень хорошо Кстати в них есть супинатор А стельки? Конечно Галстуки поддона Поддон Самое главное это костюм Кевин Клярен Жан-Поль Готье Дольче де Бана Карл Ла Вейфельд Ну что скажите? Давайте вот этот Хорошо Карлош Ты останься Все остальные свободны Самолет доставит вас обратно А неплохой выбор Да Василий Петрович Ну что я могу сказать Костюмчик сидит как литой Думайте Уверен Ну все Хватит Пудрить голову Карланта Василий Петрович Прошу в кадр Куда? Туда Сюда Пожалуйста Вот встречайте Карл Василий Петрович На меточку На меточку и смотрим в объектив Да Извините Сделаем пару фото Для удостоверения президента Улыбаться не надо Прекрасно Для официального сайта Можно улыбаться Замечательно На портрет для кабинета Поменяем ракурс А для кабинета улыбаться ли? Ну можете улыбаться Можете не улыбаться Прекрасно Ну раз уж мы здесь Сделаем пару заготовок Президент думает о медицине А как я должен думать о медицине? Ну а как можно думать о том чего у нас нет? Великолепно Президент общается с рабочим классом Да Ух Общено Замерли? Это мы так шутим? Извините Еще раз Прекрасно Президент заботится о детях Пошли дети дети Вот Возьмите девочку и вставьте Тебе так Вот Вот так Смотрим объектив Да Улыбаемся Прекрасно И для фейсбук Ага Для молодежи Сэлфи Позволю себе отнять еще немного Вашего драгоценного времени Так сказать для истории Давай Слепок правой руки Для национального музея Прошу Замечательно Моем ручку Слепок левой руки Для музея хиромантии Моем ручку Правую ножку Для музея футбола Василий Петрович Да И ваш профиль Для коллекционной монеты Адмазбанка Простите Что здесь происходит? Что здесь происходит? Ребята успоко... Десятый Б Десятый Б Левченко Что за рукоприкладство? Василий Петрович Это все Глотов Это он видео в интернет выложил Понимаешь? Теперь проблема будет Задаково Классного поставить Достаточек Хватит Хватит Прекратите этот самосуд Садитесь Дурак Садитесь Тише Все тишина Так кто Видел этот видео шедевр? Спасибо Все кроме Глотова Ну вас Глотов я поздравляю Ваше видео Историк жжет Просто порвало интернет И стала лидером проката По этому поводу ребят Я вам расскажу Одну притчу Однажды В храм к японскому императору Пришел Бедный крестьянин Он сказал Государь Налоги в нашей провинции Настолько высоки Что людям Просто нечего есть Ну а мне Терять уже нечего Поэтому я вам скажу Правду После этого он Брызнул потоком Бранных слов В адрес императора Его семьи Его власть В общем всего того Что так дорого было императору От его слов Самураи Все охранники императора Покраснели Гейши упали в обморок А сакура цветущая у входа Засохла и больше никогда не плодоносила Император спокойно Выслушал крестьяне Намолча И после этого издал два указа Первый Вырвать язык крестьяне Ибо сквернословие это грех А второй указ Снизить налоги в провинции Потому что правда Какой бы она ни была Со мной остается Правда Я абсолютно не оправдываю Себя и своего поступка Наверняка мне не нужно было так В общем поступать Не знаю Мой батя сказал Что вы красава И если бы вы шли в президенты То он бы за вас голосовал Да Ну и мой тоже Ну и Вадьки так же большие И мой тоже Моя мама И мои Ну и твои Глотов Да То есть родители тоже все видели Да Кошмар Единственное радует Что они согласны С этой правдой Ладно ребят давайте начнем урок Василий Петрович вас к директору Срочно Ну вот Мне кажется сейчас Мне вырвут язык Да но в среду контрольную Никто не отменял Ну что Василий Петрович В тринадцать у нас пресс-конференция В тринадцать тринадцатого Надеюсь вы не суеверный? Блин сегодня тринадцатое число я совсем забыл Да не волнуйтесь Вопросы подготовлены ответы и прописанные вот Да вопрос ответы Юрий Иванович не при чем У меня сегодня педсовет в школе Тринадцатого числа И потом мне сегодня нужно оплатить проценты по кредиту Мы сейчас закроем все ваши вопросы по кредиту раз и навсегда Василий Петрович Какой у вас банк? Не нужно пожалуйста звонить Мне неудобно Ну хорошо Вы поймите меня правильно Время на вес золота Так что давайте как-нибудь в другой раз В другой раз никак Каждый просроченный день семнадцать гривен пенят Семнадцать гривен? Да Тогда другое дело Толя Меняем маршрут Хорошо что дай меня успели еще быстро оплачь Ой очередь Граждане будьте так любезны Пропустите президента без очереди С какого перепугу? В бане очереди все равны Ну пожалуй Я отработаю Спасибо Извините Леночка здрасте У Леночки сегодня выходной Я ее подменяю Позвольте представиться Бугай Анатолий Борисович Председатель правления банка Очень Да Да Я по поводу кредита Если можно Посмотрите у себя Голобородько Василий Петрович Василий Петрович Ваш кредит полностью погашен Не может быть какая-то ошибка У меня оставалось еще семь Было тяжелее Дело в том что наш банк Один раз в году Проводит акцию Победителю которой Прощаются все долги Вы и есть этот победитель Не потому что я Ну что вы господин президент Слепой зребий Да Ну ладно приятно Неожиданно Хорошо Спасибо Пожалуйста Вас тоже поздравляю До свидания Заходите Зайду До свидания Товарищи офицеры Благодарю за экстренный сбор Служу народу Украины А вы капитан Пилипчук В следующий раз пожалуйста Без самодеятельности Виноват Юрий Иванович Хотел чтобы все было натурально Ну 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 Товарищи 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 Вы не опаздывайте Вы не опаздывайте Вы задерживайтесь Вам легко говорить Вы нашу Раису плохо знаете Она меня убьет Товарищи 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 Ну что нет Здесь все таки женщины Ну вы Вы тоже мне кажется Сгущаете краски Я сгущаю Да Мы учителя Врачи инженера Просто людей Нам Андрей На А, Ну Раиса Андреева Во-первых я сказал это в частном разговоре так что мне кажется репутация школы абсолютно не пострадает а во вторых я ведь сказал правду правду а кому она нужна это горькая правда детям коллективу кому ликуйте мне уже звонили из района нашей школе назначена перетестация я надеюсь никто не возражает против того чтобы в конце четверти провести пиццовет где поставим вопрос о вашей профпригодности и как вы понимаете вопрос это чисто формальный мне кажется не совсем профессионально разговор окончен с богом извините пожалуйста за опоздание ну что василий петрович вы совсем не опоздали это мы так сказать с коллегами пришли пораньше чтобы подготовиться и и вас поздравить спасибо многоуважаемый василий петрович господин президент для нас огромная честь работать с вами в одном коллективе я иногда конечно ругала вас но вы же понимаете это не со зла просто я всегда чувствовала вас огромный потенциал и хотела дать ему к этому так сказать потенциалу толчок и как видите не ошиблась этот толчок помог ему но вашему потенциалу боже чуть же так волнуйся все что мы хотели сказать лучшим всего выразить песня а 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 и а е а а и декабря а Это мой 10-й Б. Василий Петрович, привет! Поздравляю вас! Спасибо. Хорошо выглядите. Клотов, ты не забыл, что у тебя сегодня сдача физики? Я уже. Да? Да, учителька физики, когда узнала, кем вы стали, всему классу 12 поставила. Да он шутит, Василий Петрович. Мы лично проконтролируем, теперь весь класс на отлично будет учиться. Мы же теперь должны соответствовать вашему статусу. Так, когда 10-му Б ждать покращения? Покращения, Марчук, в сэроду у вас будет президентская контрольная. Я прошу прощения, что я прерываю вашу идею, но нам надо ехать. Да, ребят, извините, удачи. Давайте хотя бы сфотографируемся. Да. Возьмите, пожалуйста. Так, остались? Ну скажите, история. История! Спасибо, Валюша, спасибо. Да не, мы сами в шоке были. Не, я Ваське никогда не сомневался, гены есть гены. Да. Эээ, чего? Кирилла? Да не, не переживай, пристроим мы твоего Кирилла. А он где работал? А, он безработный. Ну, устроим на биржу труда. Замдиректора. Ага. Все, Валюша, давай. Люблю, обнимаю. Слушай, не помнишь, кто такая Валя из Кременчуга? Нет. И я не помню. А ты ничего не помнишь? Нет. Пет, я тебя уже два часа прошу за горошком пойти. Ты не помнишь. Мать, я занят. Кум. Здорово, Юра. Ага. Спасибо, кума. Спасибо. Что, что? Каким первым замом? Я тебя министром сделаю. Да. Неверонику. Пристроим, кума. Всех пристроим. Давай, пока. Все, все, все. Петь, я тебя прошу. Ты уже пол Украины пристроен. Иди за горошком, я тебя прошу. Я не ем, Оливье с горошком. Весь мель ест, а ты не ешь. Мы тебя отдельно насыпем. Иди, иди. Ступай, ступай. Иду, иду. Ой. Да, я узнаю, да, Любочка. Петя в магазин вышел. Ой, о чем ты говоришь? Да, спасибо, спасибо, спасибо. Виталика? В Могилянку? Ну, я думаю, Васенька не откажет. Троего родному брату. Пока. Да. Здрасте. И снова здрасте, Петр Васильевич. И что это за первым моим полным ходом? Так весна пришла. Плановый ремонт. А, наш 10 лет весна, наш двой стороной обходил, а тут нагрянуло. Доброе здоровье, Петр Васильевич. Я до вас с приводу ранкового инцидента. А, Пилипенко накатал таки на меня заяву. Кто? Да вы что, Ниге? Микола Павлович, он на вашем боце. Конечно, Васильевич. Может, у вас до властника джипу есть какие-то претензии? Может, вы хотите отримать компенсацию за моральные взбитки? Вот все, папер, ручка, сейчас все швиденько оформлю. Да нафиг он мне ждался. Хай живы. Главное, чтобы своим корытым людям выезд не перекрывал. Больше не будет. Это я вам гарантую. Злоумисник уже переехал из вашего дома. И вообще с этого дня можешь парковаться где угодно. Работайте. Привыкает тебя, Сергей Петрович. Теперь у вас началась совсем другая жизнь. Да. Можно сказать, у вас сегодня второй день рождения. Точно. Я забыл. Сегодня у моей племянницы день рождения. Юрий Иванович, если не сложно, давайте заедем за подарок. Не-не-не. Мы уже два раза переносили в пресс-конференцию. Ну, я вас очень прошу. Ну, хорошо. Что вы хотели купить? Ну, не знаю, что девочки. Тортик. Она фанатка дидё. Может быть, купим диск? Чего? Дидё. Дидё? Дидё. Толя. Торт и диск этого… Дидё. Кого? Дидё. Дидё. Папа, деньги… Василий Петрович, учите ответы. Господа журналисты, начинаем пресс-конференцию президента Украины Василия Петрович Голобородько. Вы, пожалуйста. Дарья Репина, ТСН. Господин президент, скажите, планируете ли вы стимулировать экономику методом привлечения венчурных инвестиций? Спасибо. Спасибо, Дарья. Да, вы знаете, динамика рынка инвестиций требует комплексного применения имеющегося инструментария для поощрения иностранных финансов… Да. Всё-таки любит наш народ дешёвый популизм. Михаил Семенович, вы молодец. А я тут ни при чём. Перестаньте. Мы же все понимаем, что это твой человек. Нет. Я был уверен, что Голобородько – это твой человек. Ясно. Если не твой, не мой, значит, это человек Рустама Ашотовича. Господа, клянусь, я не имею к Голобородько никакого отношения. А кто же тогда имеет? Вы хотите сказать, что страну возглавил человек неподконтрольный никому из нас? Смешно. Кто-то из нас темнит. Может, он ставленник Запада или Кремля? Кривицкий. Я должен знать об этом Голобородько. Всё. Разберёмся. Вы, пожалуйста. Спасибо. Юрий Кушнир, TimeUA. Василий Петрович, не за горами зима, начало отопительного сезона. Скажите, какие энергосберегающие технологии в ЖКХ станут для вас приоритетными? Децентрализация теплоснабжения или всё-таки геотермальные теплонасосы? Да, при решении этого вопроса будет учитываться специфика регионального районирования. Уважаемые журналисты, я прошу прощения, я не готов к этой пресс-конференции. Сложно отвечать на неподготовленные вопросы. Поэтому давайте с вами договоримся. Я подготовлюсь, и вы устроите мне пересдачу. Вторую повторную пресс-конференцию. Хорошо, потому что я честно скажу, я значение некоторых терминов даже не знаю. Неудивительно. Судя по избирательному ролику, вам ближе другая лексика. Девушка, вам слово никто не давал. О, ну ничего не меняется. То есть слово у нас даётся только тем, кому выдаются слова заранее, да? Нет, почему, девушка? У нас свобода слова, насколько мне известно в стране. Так что, если у вас есть ко мне вопрос, пожалуйста, задавайте. Да? Неужели? Яна Клименко, журнал «Прозора Влада». Скажите, пожалуйста, где обычный учитель истории взял два миллиона для взноса в Центризбирком? Следующий вопрос, пожалуйста. Не нужно, Юрий Иванович. Уважаемая Яна Клименко, вот как раз на этот вопрос я отвечу без труда. Все, ребята, урок окончен. Если есть вопросы, пожалуйста. Василий Петрович. Да? Когда вы пойдёте регистрироваться? Куда регистрироваться, Глотов? Я куда? ЦВК на выборы президента. Ребята, ну хватит уж. Ну, вы посмеялись, я посмеялся, все хорошо провели время, пять миллионов людей посмеялись. Не пять, а восемь. И все за вас. Вы комменты читали? Левченко, комменты я давно не читаю. Да потом, как вы себе видовидите? Не может в нашей стране простой человек стать президентом. Почему? Ну, во-первых, для того, чтобы зарегистрироваться в ЦВК, нужно как минимум два миллиона гривен. А откуда у простого учителя такие деньги? Так вы про краудфандинг чулы? Короче, мы в нете объявили сбор денег. Как говорится, с миру по гривне. И вот у вас на счету почти два миллиона гривен. Точнее, два миллиона и восемь гривен. Урок окончен. Окончен урок, все свободны. Да, Василий Петрович, это вы ее здорово отбрели. Краудфандинг. Хорошее слово, надо запомнить. Поверьте, старому политическому волку вы далеко пойдете. А если честно, между нами откуда деньги? Так правда, краудфандинг? Ну, не хотите говорить, не надо. Василий Петрович, эти деньги собрал вам народ. Хотите, отдайте их ЦВК? Хотите, купите квартиру? Хотите, сожгите. Делайте с ними что, что хотите. Я не могу взять деньги. До свидания. Я не могу взять деньги. Дети, Господи. О, нифига себе. Мать, я тебе говорил, что он никакой не учитель. Либо наркотиками, либо органами торгует. А может и тем и другим. Толик, где торт и диск? Что? Как это нету диска? Не получилось. Ничего страшного. Я просто подарю деньги, да и все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем привет. Как дела? Ух ты. Вкусники еще у вас тут. Извини, задержался на работе. Пап, что у нас там во дворе? Весна. Весна, да. Вы чего? Да, конечно. Надо. Так-с. Чего молчите? Как день прошел? А, да. Все родычи тебя поздравляли. Сынок твой, жена бывшая звонили, привет передавали. Да тебя ж сегодня не дозвониться. Может, именинницу поздравишь? Конечно. Наливай. Немножко. Спасибо. Так, тебе вина? Мне вина. Ага. Ну, мать, говори. Дорогой Васечка. Мам, я-то тут при чем? Он не перебивает мать президента. На самом деле, у Наташи день рождения каждый год. Тогда у вас это день рождения. Подумаешь, повод 18 лет. Продолжай, бабулечка. В общем, Васечка, мы очень рады за тебя. Ты молодец. За себя, Васечка. Спасибо. За тебя. За тебя, сынок. В целом, как первый рабочий день прошел? Какой сумбур день пролетел, я даже не заметил. Я тоже после первой ничего не заметил. Предлагаю повторить. Паломеньку. Угу. Так, Тиберина. Я скажу. Конечно. Дорогая внученька, тебе несказанно повезло, что у тебя такой дядя. Папа. Ну, не перебивай отца гаранта. Я не думал, что я такое скажу. Я горжусь тобой, сынок. Спасибо. За тебя, Вась. И за тебя, Блина. Спасибо. Спасибо. Добрый вечер. Простите, что без звонка. Дверь была открыта. Дорогая Наталья, от имени президента Украины поздравляем вас с днем рождения. Диско Дидзю не нашли, поэтому выкрутились, как смогли. Хэппи бёздэй. Сдам народження, Наталя! Так багато девчат, але я выбрав тебе. Я не вірив в любов, та ципануло мене. Я люблю, коли сплю, я від тебе дурею. Я до всього ревную, я від тебе балдею. Я, бы бэндэ л�데 моя мама. О, 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 не ты был бы,lares妈-а? Сам-а, расс-а-сам-а. Я, бы бэндэ л�데 моя мама. О, 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 не ты был бы,lares妈-а-сам-а. Я не спал целую ночь, думал только про тебя Что с ним антилюбви, срочно выпить треба Ты купила меня, не за мною красою Мені крышу взрывает, хочу быть с тобой Йой, тебе не любит моя мама О-о-о, а ты для меня сама-сама Да моя мама